Апнеа Клаб Горький представляет Всем привет! С вами клуб нижегородских фридайверов Апнеа Клаб Горький. И сегодня мы собрались для того, чтобы рассказать о выступлении нижегородских спортсменов на чемпионате России по фридайвингу в глубину, который прошел с 3 по 9 сентября 2020 года. В этих соревнованиях от нижегородской команды приняли участие Юлия Сазонова и Володя Цеплаков, а Дима Яркулов принял участие в качестве ассистента-судьи. Еще никогда до этого нижегородские спортсмены по фридайвингу не выступали на соревнованиях по фридайвингу такого уровня. И нам очень интересно, как все у ребят прошло, как они готовились, как выступали. И хотелось бы узнать об их впечатлениях, об этих соревнованиях. Встречаем наших спортсменов Юлия Сазонова, Володя Цеплаков и судья по фридайвингу Дима Яркулов. На этих соревнованиях Юлия удалось нырнуть на глубину 37 метров, а Володе на 63 метра. И с точки зрения мирового фридайвинга это не такие уж большие глубины, но с точки зрения нижегородского и российского фридайвинга это достаточно хорошие результаты. Очень интересно, как ребята подошли к этим результатам. И давайте начнем наш разговор. Ребят, поздравляю вас с хорошим выступлением. Вы в соревнованиях привезли медали, заняли призовые места. Расскажите вообще о ваших впечатлениях от этих соревнований. Впечатления о соревнованиях остались замечательные. Это был незабываемый, я считаю, отпуск. Таких аналогов у нас не было. Съездили в Сочи. Неделю замечательно, плюс-минус неделю отныряли. Получили море позитива, удовольствия. Приехали за два дня до начала соревнований. В отличие от других участников, которым удалось попасть пораньше. Но, тем не менее, нам этих двух дней вполне хватило, чтобы собраться, чтобы сделать тренировочные наши погружения, нырки. И достойно выступить. В итоге заняли в одной дисциплине третье место. И считаю, что на соревнованиях такого уровня, это прям суперрезультат оказался для нас. Впечатления очень замечательные остались в соревнованиях. А ты, Юль? У меня колоссальные впечатления. Потому что у меня до этого ведь был только опыт участия в соревнованиях бассейновых. А там что, приезжаешь, у тебя бассейн, бассейн и бассейн. Вот это все твои впечатления. А тут прилетели на море. Мы жили на берегу моря. Каждый день купались. К месту соревнований нас возили на катерах. Это все, конечно, совершенно другое дело. Огромный заряд получило такого позитива и энергии. Круто. Дим, вопрос как к соорганизатору. Далеко вообще от берега проходили старты? Как проходила эта логистика вся? Да, на самом деле особенность сочинских стартов в том, что глубина, необходимая для погружения, находится не так близко от берега. И в день мы примерно тратили на дорогу 30-40 минут в одну сторону и 30-40 минут мы шли на катере в другую сторону. Это сколько километров? Это сложно представить, но берег был виден так довольно издалека. Поэтому постоянно были какие-то передвижения, довольно сильное течение, лодки сносило. Ну, не из легких, скажем так, вообще были условия морские. Но как организаторы подошли к этому, очень понравилось. Был целый слот лодок, порядка, наверное, 8 катеров плюс катер МЧС обеспечения. И мы вот этим флотом постоянно каждое утро подбегались к месту стартов и, соответственно, обратно. А сколько дней вообще проходили соревнования сами? То есть, насколько надо ехать человеку, чтобы принять участие во всех дисциплинах? Ну, обычно соревнования подразумевают в среднем где-то 3 дня. Но остаются еще запасные дни для того, чтобы сделать поправку на погоду. Если будут какие-то проблемы с погодой и будет, надо сказать, нелетная, ненырятельная, то, соответственно, есть сюда запас пару-тройку дней для того, чтобы все-таки сделать соревнования полноценными, и чтобы спортсмены нырнули все дисциплины. А вот вы приехали, ну, вам удалось как-то понырять уже на море, разныряться? Мы приехали за 2 дня, как раз рассчитали их на разныр, но не все делают так. Кто-то за неделю приезжает и за 2 недели до соревнований, и там живут для вот этого разныра. То есть, у кого как-то обстоятельства позволяют. Мы приехали за 2 дня. На самом деле мы даже позавидовали этим ребятам, если у нас была такая возможность, но вот, не знаю. А я вот наоборот слышал, что те, кто с погодой не совсем повезло, и те, кто приехали, ну, там, за 10 дней, они особо и тоже не смогли понырять, чтобы, ну, там, понырять в этом море уже. Да, у них так и получилось. То есть, по задумке-то было отмерять там все 2 недели или 10 дней, но в результате, по факту, Черное море оказалось немножко коварней. Чем среди не очень непредсказуемой, да. Шторма были, все это время были шторма. И, соответственно, там капитан принимает решение выходить или не входить по сводкам местного гидрометцентра, как я понимаю. Вот, и, соответственно, просто много дней ребята посидели в порту. Да, ждали у моря погоды. А на сами соревнования какая была погода? В сами соревновательные дни, можно сказать, что с погодой просто очень-очень повезло. Первый день дисциплины, фреймершн, да, мы чувствовали небольшое волнение, небольшое течение было, ну, глубоководное. Но второй-третий день соревнований были просто идеальны. Ровно день в день. А на следующий день после соревнований начались шторма. Опять, да? Да, да. То есть, вообще, бинго такое, повезло. Мы хотели, если честно, мы хотели этот день тоже уделить такой фановой нырялке. У Джек после соревнований, не привязываясь к никаким рекордам, глубинам и дисциплинам, ну, просто понырять в свое удовольствие. Но, проснувшись утром, мы увидели шторм, ветер, дождь. И поехали на красную полю. Вот эти нырки, которые, да, у вас получились 37 и 63 метра, это для вас личные рекорды или до этого вы ныряли что-то глубже? Ну, я 37 метров сделала впервые, потому что до этого у меня была максимальная глубина 35 метров. Ну, и вот 37, заявка была, и я ее сделала. Здорово. А ты, Вова? На этот раз мне удалось нырять на 63 метра. Мой максимальный результат был на этих соревнованиях. Вот до этого на тренировке в озере я нырял на 58 метров. Отлично. Слушайте, а вот, ну, да, расскажите про вашу подготовку. Ведь Нижегородская область не отличается, да, там, какими-то глубинными озерами. И, по большому счету, у нас глубина такая доступная, это 20 метров. Как вообще вы готовились, как вам удалось там, ну, там, нырять на большие глубины? Что для этого приходилось делать? Ну, для этого мы выезжали на озера даже не Нижегородской области, а рядом лежащих областей. Это Рязанское область, озеро Белое, которое, в принципе, находится от нас где-то в 350 километров. Также примерно и озеро Табашино, это Мариэл. Фактически тоже такое же расстояние, только с ним в другую сторону. И вот, в принципе, эти два объекта, два вот этих наших дайвсайта мы использовали для тренировки и для подготовки к соревнованиям. А мы сначала устанавливали два буя, и, ну, когда 20 метров нам, значит, надоело, два буя устанавливали и плавали вот таким вот образом. Буквой П. Да, буквой П. Потом мы стали делать статику на дне. Опускаешься, значит, сидишь, да, и втайм увеличиваешь. Потом еще какие-то упражнения. А, на выдохе делали. Потом стали вот уже... Ну, это ты сейчас рассказываешь о наших тренировках текущих, которые мы даже там пару раз в неделю на наших нижегородских озерах делали. А вот на более глубокие нырки мы ездили как раз вот на соседние озера. Сначала мы использовали все возможности нашего озера, которые 20 метров, а потом уже стали ездить далеко, чтобы все-таки давление-то надо, чтобы было. И там вот заглубляться начали. Слушайте, ну, ныряние там в озере и ныряние на море, ну, немножко разные, да, там ныряние. И обычно в озере после там 20-25 метров уже особо ничего не видно. А на сколько вы ныряли в озере, получается, тогда? Ну, вот в озере и получалось нырять где-то на 50, вот у меня конкретно, с лишним метров. Вот, но дело в том, что в озере без маски нельзя нырять, не получится. Потому что очень холодная вода, очень холодная на дне. То есть термоклин, он там порядка 20 метров, и дальше уже, начиная там с 30 метров, вода 5-6 градусов. Даже летом? Даже летом, да. Соответственно, эта вода не позволяет комфортно нырять без маски. А нырять с маской, соответственно, это уже дополнительные сложности в компенсации давления. Вот, это делать не так просто. Вот, но тем не менее, я считаю, что... Это тренировка. Это тренировка, это позволило нам как раз в зажиме, на море, хотя там была температура воды всего 10 градусов. Там что на глубине 50 метров, что на глубине 100 метров. Одинакова глубина, там 10 градусов. Вот, но тем не менее, это позволило нам нырнуть в зажиме. И в озере очень темно, большая, вообще колоссальная разница. В озере ты ныряешь, и у тебя еще и ко всем твоим задачам добавляется еще одна сложность, как бы чисто эмоционально. То есть ты после 10 метров не видишь ничего, хочешь закрывай глаза, хочешь открывай, просто полная тьма. И ты туда должен погружаться. Мне, например, вот это эмоционально немножко тяжеловато было. Мы стали приспосабливать фонарики какие-то, хоть тут луч у тебя перед глазами, хотя он ничего не освещает, но все-таки уже немножко по-другому. Потом делали, что Володя со мной нырял, то есть я ныряю, а он рядом с тросом. Мне путь освещает. В общем, как-то пытались вот эту проблему решить. А в море ты, конечно, приезжаешь, и у тебя все видно вообще. И это совершенно другое, конечно, состояние. Там такая эйфория вообще охватила нас в первый день на разныре. Кажется, что твои возможности безграничны, потому что здесь тепло и светло. И ты погружаешься вообще в другой среде абсолютно. И нырять легче гораздо. Да, да. Нет никаких психологических дополнительных сложностей. Да, и что самое интересное, мы даже когда приехали на море, мы точно не могли понять, какую глубину нам. Сможем ли мы нырнуть на 5 метров лучше нашего лучшего результата или не сможем. Соответственно, как бы нам нужно было буквально первый день разныра понять для себя, в форме мы находимся или не в форме. Ну, оказалось, что нам повезло. Расслабились. Видимо, отпускное настроение сделало свое дело. Мы как бы первый день все сделали как нужно. Да, тренироваться в холодных темных озерах, а выступать в морях. Мы все правильно сделали. В чем вообще заключается задача спортсмена на глубинных соревнованиях по фридайвингу? Ну, задачей является, наверное, показать результат спортивный, прежде всего. Что касается чисто спорта, чисто спортсмена. Нет, вот, ну, просто технологии. То есть, например, в бассейне, да, там, это проплыть, там, в длину, например, там, максимум. А здесь понятное дело, что надо нырнуть на какую-то глубину, но какие-то есть тонкости. Вот о них... Здесь нужно нырнуть по тросу тоже. И правила другие. Здесь очень важно, вот, кто не знает, нужно понимать, что в бассейне спортсмен ныряет столько, сколько он, ну, сочтет нужным, опираясь на текущее свое состояние. То есть, делает нырок и выйдет там, где решил. Ну, то есть, например, да, там, ты в бассейне можешь заявить 100 метров, а можешь выйти и на 80, и на 120. Да. И тебе засчитают любой из этих результатов. Совершенно верно, да. А в глубинном фридайвинге ты делаешь заявку, ну, заявляешь ту глубину, на которую ты пойдешь. Меньше пойти можно, ну, будут штрафные очки, а больше ты опуститься не сможешь физически, потому что у тебя есть ограничительный лайн-ярд. То есть, вот в этом основное, наверное, отличие правил. А что ты должен сделать на глубине там? Как фиксируется результат? Фиксируется результат посредством. Значит, того, что ты приносишь тег. Отрываешь от такой тарел. Что такое тег? Тег, это некое... Ну, вот у нас было, может быть, там по-разному было, у нас была такая липучка, как для одежды. Вот. У тебя на поясе тоже липучка, и ты отрываешь эту липучку сюда, прилепляешь, и пошел к поясу. Ну, если говорить проще, то есть, есть трос, по которому погружается спортсмен. К тросу он пристегнут линьарным. То есть, специальным таким небольшим промежуточным тросиком, который связывает его с основным тросом. Погружение проходит по этому основному тросу. Внизу имеется ограничитель, то есть шарик, до которого скользит этот линьар, он в этот шарик упирается. Вот. И внизу, ниже этого шарика, буквально на несколько сантиметров, там 30-40, есть тарелка, на которой расположены вот эти теги черные. Спортсмен должен упасть до этой тарелки, сорвать тег, прикрепить его к себе, и с успехом вернуться на поверхность, показать протокол поверхностный, вот, и, соответственно, ждать своей карточки. Там белая она будет, или красная, или там... Я слышал, у тебя, да, была какая-то там история с этими тегами на этих соревнованиях? Да, была занимательная история. Вот. То есть... Страшная история у него была. То есть, что самое интересное, то, что как-то не удалось сразу пощупать, вот эту тарелку, там... Ну, то есть, ты донырнул до дня? Не обратил на это внимание, имеется в виду до соревнований. Но когда я донырнул до этой тарелки, уперся в нее, я стал искать тег. А ты без очков был? Он был без очков, да. Да, я был без очков, конечно, я был в зажиме, вот. Но я, тем не менее, конечно, думал, что я его найду быстро, но несколько движений я даже потом сам смотрел по камере, смеялся. Пытался и под тарелкой искать его, и сбоку как-то, вот. А что интересно, там просто до меня, естественно, ныряли спортсмены, и они большее количество тегов оторвали уже, да. И как раз я скользил по пустым местам, но потом все-таки думаю, ну, надо же все-таки сняк, это обидно будет. Ну, нырнул, да нырнул, а тег не принес. Ну, соответственно, нашел, ушло у меня на это где-то 7 секунд. Ну, в результате, удачно мне, несмотря на течение, удачно мне удалось завершить попытку сделать карту. На тренировке ты это не отрабатывал? Не отрабатывал. Надо будет внести в список задач тренировки. Как найти тег в полной темноте, да? Да, примерно так. В следующем в очках будешь нырять, да? Нет, не буду. Буду в зажиме, но просто уже на автомате буду этот тег забирать, наверное, так. А если, ну, ты его сорвал, например, а пока всклал потерял? Все, это без разницы. То есть, если ты вернулся на парку без тега, то это минус 1 штраф на очко. И плюс глубину у тебя померяют погружение по компьютеру. Соответственно, как бы, очень часто бывает так, что, например, трос опускает, там, условно говоря, на 50 метров, а из-за того, что есть какие-то течения, и трос иногда не ровно, то получается там чуть поменьше, например, глубина. Соответственно, у тебя еще не доныр, минус тег, и в результате у тебя там может получиться там совсем небольшое количество очков. То есть, ты как бы нырнул до самого, до тарелки, да? Как бы 50, тег не сорвал, но у тебя получилось... Ну, у тебя компьютер покажет, например, 49 метров или 48 с половиной, и плюс-минус очко. То есть, 47 с половиной метров. Важно, что ты до дна достал, все равно у тебя будет 48 метров. Тебя будет там меньше, может оказаться, на 2 метра. То есть, тег сорвать, это очень важно. То есть, он не зря корячился 8 секунд. Плюс еще у тебя будет желтая карточка. Дима, а что входило в твои обязанности на соревнованиях? Мои обязанности на соревнованиях заключались, ну, непосредственно в ассистировании бригаде судей. Была достаточно очень мощная бригада судей. Это Оля Сидорова, Оксана Молчанова и Женя Теплов. Это такие достаточно опытные судьи хорошей категории, талантливые во всем, талантливые в организации соревнований. Ну, и мне посчастливилось попасть в судейскую бригаду именно как ассистенту. Я видел всю эту работу изнутри. Да, у меня есть опыт судейства соревнований в бассейне, есть опыт организации бассейных соревнований, но такого опыта в организации и, скажем, видения соревнований глубинных я до этого никогда нигде не сталкивался, да, и опыт, который я получил, работая с этими людьми, просто, ну, неоценим. Я думаю, в будущем он пригодится. Уже планируешь устраивать глубинные соревнования? Да, я понял, что я, наверное, скорее всего, смогу это осилить. Ну, какие вот, ну, самые такие значимые обязанности какие-то? Ну, что приходилось вообще делать? Приходилось делать все. Если честно, я такой немножко представил себе, что, ну, думаю, поассистирую, ну, а что там? Ну, трос размесить там, ну, там, посчитать, отчет соцсменам дать. Ну, какие-то подготовительные мероприятия. А так буду в лодке кайфовать. Да, буду в лодке загорать, загорать, купаться. Ну, первые, думаю, два дня подготовительных вообще куда-нибудь схожу, там, погуляю вечером. Ну, в итоге что получилось? Первые два дня перед соревнованиями, которые мы уделяли организации подготовки, я освобождался в 10-11 часов вечера, сразу ложился спать на соревнованиях. В соревновательные дни тоже очень было много работы. Ну, первый раз искупался я на 3-й день приезду в Сочи. Вот, разметка троса, отсчеты, калибровка троса, вот куча-куча-куча всяких интересных-интересных заданий, ну, для меня новых, которые знал я только теоретически, получилось применить именно на прагнете. своими руками пощупать, что как работает, системы контр-балласта, системы эхолокации, камеры настраивали, очень много всякой работы было, достаточно интересной и продуктивной, я считаю. С точки зрения организации, как ты считаешь, как вообще все прошло? Ну, мне сложно судить, объективно, да, потому что я первый раз принимаю участие в соревнованиях такого класса, да, и тем более в глубинах соревнований, но с точки зрения организации, ну, с моей субъективной точки зрения, соревнования прошли просто замечательно. Спортсмены довольны, организаторы довольны, все довольны, тем более эти соревнования проходили в непростых условиях ограничений, связанных с коронавирусом, который однозначно наложил свой отпечаток на это, но, тем не менее, я считаю, команда организаторов справилась с этим вызовом. Здорово. А сколько вообще спортсменов принимало участие в соревнованиях? Это Диман знает, наверное. Вы были в деконцентрации жесткой. Ну, сколько примерно-то? Я не знаю, сколько. Ну, знаешь? Ну, плюс-минус там 10, 20, 50. Пол 15 человек. Не-не-не, больше, побольше. Около 20. Около 20 человек, наверное. Да. Это все российские спортсмены? Все были российские, да. Кто были самые, ну, такие топовые спортсмены на соревнованиях? Молчанов? Молчанов и Шадуна. Ну, да. Самые топовые это Алексей Молчанов, конечно же, и ребята из сборной России по фридайвингу, также Сычев Евгений. Оля Маркина. Оля Маркина. Оля Давыдова, да? Оля Давыдова, да. Звук головня, хорошо нырял. Да, ребята, вот расскажите с точки зрения спортсмена, как, на ваш взгляд, проходила страховка? Ну, все ли там хорошо с этим было? Очень понравилась команда страховщих из Крыма. На мой взгляд, они действовали очень слаженно, профессионально, уверенно очень. Они ходили на большие глубины, то есть до 30 метров. Спортсмена встречали на 30 метрах. И все как-то так скоординировано у них было. Ну, прям вот опыт чувствуется. Мне очень понравилось, как работала команда страховщих. Они даже нас страховали, даже на разнырочном буе. Пришлось им кого-то не то чтобы страховать, а помогать. Спасать? Да, да, да. Нет, никого не пришлось. Ничего такого не было. Да, и тоже там организаторы потом отмечали, что как здорово прошли соревнования без всяких вот неприятностей и эксцессов. Ничего такого не было. Слушайте, ну вот вы в первый раз, да, принимаете участие в соревнованиях такого уровня. И достаточно сильные, да, там у вас были спортсмены, конкуренты. Удалось вообще вам, ну там, подсмотреть, там, посмотреть, как готовятся, ну там, другие ребята, там, может быть, какие-то там секретные методики? Секретные методики у нас только были. Мы вставали рано, каждый день, и шли на пирс. Мы жили в яхт-клубе. Шли на пирс делать зарядку, разминку, дыхательную гимнастику, вот, и купались, пока никто не видит. Там купаться нельзя, и поэтому мы прыгали прямо с пирса, делали тренировку, по поверхности плавали, и залезали обратно по яхтам. Вот, в общем, йога, дыхательная гимнастика. Да, это был интерес гимнастика. Потому что мы как приехали, вообще Юля сказал, Юль, давай, короче, эти соревнования, мы выступим на них, ну, на таком лайте, на кайфе, чтобы нам не заморачиваться на результате, чтобы, как бы, нам, чтобы получить это удовольствие. И философия была такая, чтобы, получая удовольствие и расслабляясь, просто выступить, как бы отключить мозги, кайфануть и выступить на своих, там, предельно лучших результатах. В принципе, я считаю, нам это удалось. Однозначно удалось. То есть весь этот график с зарядкой, с разминкой, вот. Все время были в позитиве, в каком-то таком вот, в каком-то приподнятом настроении. И даже, и даже, когда приплывали на блюек, на разминочный, то воспринимали это, как такую лайтовую нашу классную тренировку. Ну да, как развлечение. Почти развлечение это у нас было. Да, и поэтому я считаю, что, наверное, в том числе, что нам не пришлось так волноваться, как, возможно, многим другим участникам. Да, ну, может быть, это важно даже. Может быть, это даже более важно, чем какая-то там грамотная профессиональная подготовка к нырку. Твое просто текущее состояние, настроение твой настрой. А Дима вот мне рассказывал, что у вас были какие-то секретные методики отдыха по вечерам. Как будто Дима и расскажет о них. Ну, на самом деле, насколько секретными они были, решать... Только для нас, но не для Димы. Решать, наверное, не нам, да? Вот. Но мы что делали? Просто на самом деле вечером после стартов, после разминочных дней, после стартовых дней мы шли рядом в гостинице с нашей местным проживанием. Был неплохой ресторанчик с хинкалями. Мы кушали хинкали и выпивали по бокалу хорошему красного вина. Для гемоглобина. Для поднятия гемоглобина. В таком режиме, в таком вот ужине, да, скажем, мы обсуждали какие-то планы на следующий день, обсуждали результаты предыдущего дня. Ну, ребята настраивались на позитив, спокойствие, никаких вот таких нервозных ситуаций не происходило. И мы в такой вот... Это лучший формат брифинга. В такой дружеской беседе, в таком дружеском ужине обсуждали, решали, готовились, настраивались. Но, конечно же, без перегрузок мы понимаем, что спорт есть спорт. Но расслабиться себе мы тоже давали. И мне показалось, что на результате это... На результате это... Отразилось лучшим образом. Поэтому некоторые называют это секретными техниками. От Димы. От Димы, да. Дополнительно, в общем, расслаблял, да, ребят? Ну, старался как, как мог, как говорится. Слушайте, ну а с точки зрения призового фонда, призов, как вообще это все было? Классные были призы? Ну, нам понравилось то, что мы получили. Мы получили сертификаты на скидке, на хорошие, большие скидки в Молчановс. И уже их даже почти отоварили. Да. Да, к этому моменту. Хороший призовой фонд был. Гидрокостюм, буйки у людей были. Ну, в общем... За первые места, да. Да, да. А, и Васты. Денежное вознаграждение. Васты давали? За итоговые первые места. Васты? Васты давали? Мы что-то были так счастливы, что не наблюдали, кому что дали. Мы были. В разных дисциплинах призы были разные. Были и моноласты призы, были и биласты призы. А, моноласты, да. И гидрокостюмы. Ну, основной спонсор этих соревнований, конечно, компания Молчанов. Вот, собственно говоря, это отразилось и сказалось... И в общем зачете был же денежный приз. В мужском зачете уже. Ну, вообще, как бы логично, профессиональные спортсмены в хорошее выступление получают профессиональное наряжение, профессиональное оборудование. А какие были стартовые взносы на соревнованиях? Стартовые взносы на соревнованиях были, если меня не изменяет память, по три тысячи за дисциплину. А ты в скольке участвовал? Во всех. Во всех трех дисциплинах участвовал. И Володя тоже участвовал. Было три дисциплины, да? Да. Было фримёршн, биласты и моноласты. И все примерно так и участвовали? Все и брали, да. Все три дисциплины. То есть участие в соревнованиях стоило примерно 10 тысяч рублей? Участие в соревнованиях... Стартовые взносы. Да. Да. Именно так. А вот тем ребятам, которые никогда не участвовали в глубинных соревнованиях, но хотели бы попробовать, может быть, вы можете что-то им посоветовать? Да, наверное, главное было бы желание, если желание есть у человека. Соответственно, как бы... Знаешь, ну, как бы у тех, кто начинает, самая первая такая отмазка, это... Да, чё, ну, как бы я ныряю там на 30 метров или на 25. Ну, то есть это несерьёзно, зачем мне ехать на соревнования? Мне кажется, нужно попробовать какие-то глубинные семинары. Соответственно, если человеку нравится нырять в глубину даже на соседних озёрах, соответственно, можно попробовать, ну, взять инструктора или там попасть в группу к опытному инструктору на глубине, понырять там и дальше уже принять для себя решение. Интересно, участвовать в соревнованиях будет или нет, или, может быть, там понадобится ещё какое-то время, чтобы хватило смелости. Ну, так, на самом деле, ничего такого страшного нет. Опять же, как я уже говорил, это можно воспринимать как приключение, как отпуск, как тренировку, как общение с единомышленниками. Познакомиться с ребятами. Познакомиться, да, с ведущими фридайверами. Вот. Ну, для того, чтобы динамика была, то, конечно, нужно минимум раз в год, а лучше два, ездить куда-то на море и там нырять в глубину, потому что часто нырять вот в этих озёрах, где мы с тобой тренировались, не получается, они далеко. Ну, так скажем, прогрессировать получится до определенного уровня. До определенного уровня, да. Соответственно, вот, допустим, наши озёра ограничены глубиной 60 метров, там плюс-минус, да. То есть, соответственно, как бы, если ты захочешь нырять на 80, там на 100, в будущем, то, соответственно, конечно, это нужно выезжать на моря и там прогрессировать. Это тоже нужно огромное количество нырков, как таковых. То есть, это лучше, конечно, тренировки с выездом на море. Это легче. То, что мы сделали, это трудно. Это было трудно организовать. Пандемия только помогла. Это мы, по-моему, сидели дома, ничего не бассейн, ничего, всё закрыто, и вот поэтому тренировались в открытых водоёмах. Да, тренировки-то мы свои начали как раз в тот момент, когда были закрыты бассейны, да? Да, мы в апреле начали. Мы приняли решение в апреле участвовать, бассейны были закрыты, и мы стали пару раз в неделю ездить на открытую воду на наши небольшие озёра. Да, а потом как-то пришло в голову, Ну, то есть, это 400 километров в одну сторону, 5 часов туда... Нет, нет, мы говорим два раза в неделю на нашу селикатку здесь, которая у нас в Нижнем Лазаре. На 20 метров, да? Да. А уже как бы когда приняли решение участвовать, то за два месяца, да, каждую... Да, 400 километров, туда и обратно, всё одним днём, то есть, это вот так вот, да, было. Да, мы выезжали в дом в 6 утра и возвращались уже ближе в 12 ночи. Да, вот это мотивация. Это было интересное приключение. А вы говорите, кто-то думает участвовать, не участвует. Слушайте, ну, а расскажите вообще о себе, как давно вы занимаетесь фритайингом, с чего начали? Прямо говорите. Я занимаюсь фритайингом почти два года, то есть, в феврале 2019 года я начала заниматься фритайингом. А глубинным фритайингом только, получается, к моменту соревнований я занималась 4 месяца. Увлеклась. Глубиной. Да. А вообще, вообще с чего фритайингом? Я до этого дайвингом занималась. И просто мне многие дайверы говорили, что ты так много двигаешься, так много мельтешишь перед глазами, что тебе надо идти во фритайвер. Ну, как-то все в шутку, в шутку, а потом мне правда как-то мысль застенела. А почему бы мне действительно не попробовать? Без этих баллонов. Да, без этих баллонов. Оказалось намного приятнее и лучше. У меня от этих баллонов все время спина болела и вообще их нести нужно до воды. И это там много, в общем. То есть, другими словами, тебя выгнали из дайвинг. Да, намекали, намекали, да, намекали. Теперь локти кусают. Ну, да. А ты, Володь? Ну, я на самом деле фритайвер тоже давно занимаюсь. То есть, там еще когда был маленьким, пять лет, вот с тех пор на море нырял. Но это... Это не называлось фритайвер? Называлось, называлось торглингом, наверное, да. Но на самом деле мысль такая пришла где-то в семнадцатом году, когда я там посмотрел ролик на одном вдохе. Ну, там, как оказалось, потом многие... Многих он вдохновил и там многие другие ролики из интернета. Вот. И решил посмотреть, а как же можно этим заняться более профессионально. Потому что, как бы, занимался плаванием, там, сделал норматив кандидат мастера спорта, но это было еще там 25 лет назад. Вот. Соответственно, как бы, мне заинтересовал фридайвинг. Я думаю, как же можно найти инструктора какого-то и так далее. посмотрел, даже мне удалось написать Молчанова. Вот. Он написал, Алексей, там, что вот Александр Быков, вот, наш интервьюер, является инструктором Нижегоры, в Нижнем Валгаре. И он тебя направил к нему, да? Да. И он как бы направил, я Саше написал, вот, он говорит, да, собираю группу. В семнадцатом году прошел курс, буквально какое-то время, там, у меня была пауза, три-четыре месяца, что-то там думал, потом написал ему, все, ну, хочу тренироваться, хочу попробовать. И потихонечку начал тренироваться, да, буквально там за полгода уже неплохой результат показал, там, Ярославля мы приехали на первое соревнование. Вот. Ну, дальше там еще через год улучшил его несколько. Вот. И, соответственно, параллельно наш клуб, он ездит и на глубину, на различные озера, опять же, и на те, которые мы там раньше упоминали, наши местные. Вот. И глубина тоже понравилась. Ну, поэтому, собственно, сейчас интересует две разновидности, и бассейновой дисциплины, и глубинная. Ну, в общем, вас засосало так фридайвинг. Ну, да. Что для вас фридайвинг сейчас? Как вы можете это охарактеризовать вообще? Ну, для меня, конечно, фридайвинг очень большое, значительное место занял в моей жизни за это время, очень он мне много дает. Ну, во-первых, у меня работа такая, она требует не только профессиональных знаний, навыков, опыта от меня, но еще и больших энергетических затрат, эмоциональных затрат. А брать-то откуда? То есть, должен быть источник, откуда берешь, и тогда можно это транслировать. Да, чудес же не бывает, это же из ниоткуда не берется. А фридайвинг, он дает эту энергию какой-то, жизнелюбие, оптимизм, вот это вот очень мне нужно. Дает многое, ну, то есть, ты поддерживаешь себя в физической форме, в хорошей, общение дает, да, и какое-то вот очень такое полезное, на мой взгляд, изучение самого себя, своих возможностей. Через фридайвинг ты понимаешь, что ты намного больше можешь, чем раньше считал, и потом можно это понимание и перенести на другие сферы своей жизни. Круто. А у тебя, по-моему, для меня фридайвинг это расслабление, это парение в толще воды, то есть, это удовольствие, это хобби, вот, и хобби, которое, не просто хобби, а которое позволяет действительно добиваться каких-то целей в жизни, не только во фридайвинге, то есть, позволяет переносить вот эти, эту дисциплину, которая нужна во фридайвинге, на другие сферы своей жизни, то есть, на работу на ту же, соответственно, как бы легче делать свою основную работу, становится больше сил, больше энергии, больше позитива, ну, и вообще, как бы, фридайверы, такие люди позитивные и радостные и веселые. Фридайвинг вообще как-то изменил вашу жизнь? Наверное, она стала более дисциплинированной, потому что фридайвинг, он требует определенной дисциплины, когда ты хочешь чего-то добиться, результат, ты должен ходить регулярно тренировки, должен там ездить на соревнованиях, на нырялки различные и так далее. Ну и вообще меньше по поводу всякой ерунды переживаешь, лучше понимаешь приоритеты как-то, когда у тебя есть такое любимое дело, то все второстепенное, оно становится действительно второстепенным, а другое что-то важное, оно становится еще важнее. Как-то так. Вы, когда ныряете на глубину, да, что вы чувствуете? Какие ощущения? Да. Здесь нужно правильно настроиться. И если тебе удалось, как бы, ну, во-первых, надо физически максимально расслабиться, да, психику свою расслабиться и внутренний диалог с самим собой как бы построить правильно. Вот некоторые говорят, надо остановить мыслительный процесс. На самом деле это невозможно, мое такое мнение. как ты его становишь, он неостанавливаемый, но его можно организовать и правильно выстроить, чтобы мысли твои не мешали, вообще способствовали эффективному нырку. Вот. Ну, если в такое какое-то оцепенение немножко войти, в такое полутрансовое состояние, такое вот, какое-то полузаснувшее, что ли, что чувствуешь? но чувствуешь, пока борешься с положительной плавучестью, это идет работа. Потом ты начинаешь просто лететь, просто в невесомости. Вот это самый такой кайф. И это, ну, можно расслабиться еще больше. Это помогает тебе расслабиться. Потом, когда ты возвращаешься, тут уже чувствуешь, наоборот, надо поработать. Вот. Здесь могут быть и страхи. Если глубокий нырок, то можно испугаться, потому что тяжело работать к этому моменту. Вот. И тут надо тоже уметь понять, что никто, кроме тебя, отсюда тебя не поднимет. Надо как-то это. Вот. В общем, интересно. Собраться. Да. Интересные ощущения. Это было все для меня ново. Потому что до того, как я ныряла именно вглубь, именно вот глубинный фридайвинг, у меня как-то, я не сталкивалась с жизнью с такими задачами, где никак нельзя ну как-то схитрить, увильнуть, там, принять нестандартное решение или там сделать вид, ну там, что все нормально или на кого-то спихнуть. Вот. А тут получается очень, ну, честная такая задача. Если ты этого не сделаешь, то будет бяка. Согласен? Приходится делать. Да. Да. Ну да, здесь должен быть план уже определенный. То есть все начинается на самом деле с подготовительного дыхания, когда ты отдыхаешь, когда ты перед нырком настраиваешься. Вот. И именно даже можно применить медитацию на дыхание. Когда ты вдыхаешь, наблюдаешь за этим процессом, выдыхаешь, тоже наблюдаешь за этим процессом. Ловишь паузу между вдохом и выдохом, концентрируешься на ней. Соответственно, как бы тебя это уводит полностью от посторонних мыслей. И вот что мне нравится как раз во фридайвинге, это то, что в отличном плавании, где я раньше занимался, где зачастую иногда многие спортсмены перегорают перед стартом. То есть они нервничают, волнуются, суетятся. То есть во фридайвинге здесь именно в дыхании можно этот процесс минимизировать, волнение, и он вообще полностью уходит. И ты оказываешься просто перед своей задачей, которую ты прекрасно знаешь, когда ты заныриваешь, проходишь положительный плавучесть, расслабляешься, потом падаешь, потом поднимаешь, забираешь тег, поднимаешься наверх, и уже оказываешься там на поверхности, выполнив ее. Соответственно, как бы чем меньше мыслей во время нырка, тем меньше кислород расходует мозг, и, соответственно, тебе больше хватает, и у тебя запас нырка, ты там выходишь в основном на глубинных нырках, зачастую с запасом всегда. Слушайте, а вот как ваши, ну там, я не знаю, близкие, друзья, знакомые относятся к тому, когда вы им рассказываете, что вы там задерживаете дыхание там на 5 минут, или ныряете там на глубину там 20-этажного дома, да, высотой? Ну, все, кто не связан с Фриденгом, думают, что задержка дыхания на 5 минут или на глубину 20-этажного дома, это что-то такое, вообще из области фантастики и каких-то сверхвозможностей, сверхлюди, вот, и они об этом говорят. Я всегда приглашаю своих друзей на курс по Фриденг, говорю, пройдите базовый курс, это же здорово, я же тоже так думала, что это так невозможно, а потом ты понимаешь, что это возможно, это же здорово, открыть вот это вот в себе, вот. Ну, пока никто не пришел из моих знакомых. Им больше нравится смотреть видосы мои, там, расскажешь, слушать себя и оставаться на своих мастерах. А ты рассказываешь своим друзьям, как это все? Ну, у меня все друзья удивляются, просто, как такое возможно, вот, ну, что это что-то такое невероятное, вот, конечно, в ответ им говоришь, что все это реально, все это может каждый человек, если захочет, вот, но они говорят, да, мы пока подождем, померяй, нам интересно послушать. Они этого боятся или что, ну, что, или, ну, они чувствуют в этом какую-то опасность и считают, что вы чем-то, ну, там, ненормальным занимаетесь, или, ну, как бы это, ну, просто хобби нормальный? Не знаю, чувствуют они, не чувствуют, просто они считают, наверное, что, как бы, они предназначены для другого. Да, я заметила, что во фридайинге люди все относятся к какой-то одной категории, то есть это, конечно, не любому подходит, потому что все говорят, что я с детства нырял, я очень любил купаться, я из воды не вылазил, вот фридайверы, то есть кто приходит и остаются, и занимаются, то есть изначально это какой-то, может, отдельный вид гомо-сапиенса, какой-то вид там, отряд. Человек ныряющий. Да, человек ныряющий, в какой-то определенной категории относятся. Вот. И, видимо, просто, может быть, мои друзья, они не относятся к этой категории. Где же ты их нашла? Ну, как-то так, в разных моментах. А бывает вам страшно на глубине? Ну, мне страшно. У нас даже есть запись, когда Володя говорил, это надо или не надо. Какая, напомню. В Табашино, в Табашино, ты вышел, вот, и говоришь, что-то вообще страшно было, что не поднимусь. Ноги закислились у него на глубине. он сделал максимально, сколько там, 56, что ли? Вот. Да, бывает. Зарылся, выл. Ну, бывает, да, это бывает страшно. Но это ничего такого, в этом нет. Ну, для этого есть руки. Просто надо это контролировать. В крайнем случае, можно на руках подняться, там, по тросу. Ну, да, главное не дергаться. Плюс, плюс система страховки, то есть страхующий там встретит. Я думаю, что самое большое потребление у мозга кислорода идет, если человек испытывает страх. Поэтому уж точно, что вот в это нельзя, ну, поддаваться. Просто это нужно контролировать. Ну, то есть, другими словами, иногда это бывает, но вы с этим работаете. Да, да. Обязательно. Бояться надо наверху. После нырка можно побояться немножко? Ну, да. Во время нырка бояться. Да нет, бояться-то не нужно, потому что нужно просто нырять в те глубины, которые ты точно знаешь, что ты комфортно нырнешь. Поэтому, понятно, существует даже правило во фридайвинге, что ты осваиваешь новую глубину, прибавляя ее потихоньку, там, по метру, по два, ты должен нырнуть на ее, там, 3-4 раза. Потом ты делаешь другую глубину. Соответственно, при таких шагах ты до автоматизма оттачиваешь все движения и, в принципе, риск минимальный. При подготовке к этим выступлениям вы использовали, кроме глубинных нырков, еще какие-то методики или только ныряние? Про ныряние мы душали. Ну, помимо того, что в бассейне, как бы, понятно, что тренировки никто не отменял, мы стараемся туда попасть 2-3 раза в неделю. в бассейн, ну, и подготовительное дыхание, да, то есть дыхательные практики, да, практики. Наша дыхательная разминка, вот, потом дыхательные параноямы, дыхание квадратом, когда там вдыхаешь, задержку делаешь, выдыхаешь, опять задержку. Физическую форму как-то пытались это, ну, поднять, улучшить вообще общую выносливость. Каким способом? Да, любым способом. Аэробные упражнения, планка, силовые упражнения, все, что укрепляет тело, организм, оно сюда очень хорошо зайдет, потому что все-таки, ну, на глубине, когда работаешь, ну, например, фремешен, там, на руках, получается, нагрузка у тебя на руках, ты не дышишь, чем у тебя лучше бицепсы развитые, тем это легче у вас. Скорее, тридцепса, я сказал. Да? Да. На руках-то? Смотри, какой хлад, да? Да, тридцепс. Ну, тут все руки, плечи, конечно, скорее всего, больше. Плечи работают, бельтовидные мышцы. Да, в разножках, ноги. Что нужно делать человеку, чтобы, ну, начать глубоко нырять? Начать, начать, главное начать нырять, начать потихоньку углубляться, то есть, соответственно, многим сразу, на первых занятиях удается нырнуть, там, и на 10, и на 15, и на 20 метров, буквально, там, после первого курса, там, глубинного, да, уже там, в основном, больше половины группы ныряет, там, на 30 метров, например. Вот так вот уже, соответственно, многих впечатляют эти результаты, они хотят продолжить. То есть, что нужно делать, надо пойти учиться у хорошего инструктора, либо, если ты просто хочешь нырять, но это будет максимум, мне кажется, 5, 8, 10 метров, то есть, вот как бы без специальных знаний и навыков, вот такая глубина будет твоим пределом. Без специальных знаний и навыков лучше не нырять. Да. Слушайте, ну вот, честно говоря, вы не очень похожи на таких прям спортсменов-спортсменов, а вы себя как чувствуете, то есть, ну, фридайвинг это для вас и спорт тоже, или, ну, это все-таки такое, лэжа какая-то? Да нет, спортивная форма, она, конечно, нужна, что там говорить. То есть, если мы будем говорить о каких-то значительных улучшениях результата, там, чтобы, допустим, поставить цель попасть в сборную России по фридайвингу, вот, там, бассейнен, или на открытой воде, соответственно, придется в любом случае дополнительно еще подключить с большим рвением, так скажем, стремление к этому улучшению своей физической формы, да, это как бы нужно делать, но, к сожалению, порой не всегда это получается, но вообще это в планах, конечно, потому что, знаем, многие спортсмены улучшат свою физическую форму, вот, они как бы добивались очень больших результатов и добиваются сейчас. Фридайвинг – это такой очень искренний вид спорта, он тебя любит таким, какой ты есть. Не, ну, на самом деле, то есть, я тоже смотрю, да, там, на разного уровня спортсменов, это не как в баскетболе, да, там, или, там, в гимнастике, что все примерно одинаковые, в фридайвинге реально все люди разные, и, не обладая какими-то, да, суперформами, могут показывать очень хорошие результаты. Так это ведь, да? Да, но зачастую так и бывает, то есть, это, если попросить, там, бодибилдера нырнуть на глубину, соответственно, он очень красивый снаружи, и добрый внутри, на глубину нырнет, потому что еще нужны какие-то специфические, специализированные, так скажем, навыки, которые позволят это сделать, это умение компенсировать давление в среднем мухе, умение расслабляться и принимать то давление, которое увеличивается с глубиной, вот. Но здесь больше специфическая работа, Больше специфической работы, поэтому она здесь, мне кажется, даже является превалирующей, то есть она здесь занимает главные позиции, нежели даже общефизическая подготовка, хотя общефизическая тоже, она только в помощь. Планируете вы продолжить участие в глубинных соревнованиях по фридайвингу? Да, планируем, этот опыт, который мы прожили, был очень интересный, замечательный, поэтому с удовольствием хотелось бы повторить, может быть, даже на каком-то другом море, более теплом, почему мы нет, нежели черным, а может и на черном, а может даже и в карьере где-нибудь, нам, как говорится, мы за фридайвинг, вот, и нам в любых условиях мы готовы принять участие, и мы, в этом плане, с Юлей, наверное, не капризный фридайвинг. Да, очень хочется, очень понравилось, я не пожалела, что вот мы на это все, ну, решились, вот это все сделали, поехали, подготавливались, потому что, если бы не сделаешь, ну, не попробуешь, не узнаешь. Да, да, планируем. Какие цели по глубине вы ставите перед собой на следующий сезон? На какие сроки, надо спрашивать, какие сроки? Ну, вот летом, в этом сезоне. Если удастся пройти глубинный курс, то я считаю, что мне до 50 совершенно нет никаких как бы объективных противопоказаний опуститься, то есть, ну, 50 метров, это будет, в принципе, если я глубинный курс пройду. планируешь, на полтинник. Да, да, это скромные такие мои планы, и они совершенно реальны. А ты, Володь? Ну, мне сложно говорить о каком-то ближайшем будущем, потому что, на самом деле, все это зависит от именно глубинных курсов, как удастся выехать на глубину. У меня есть как бы планка там 100 метров, вот, я хочу, наверное, 100 метров в своей жизни. Я думаю, как бы это все реально, это все можно. Вот, главное, главное к этому идти, запланировать это все, и тогда все получится. Круто. Наверное, я тоже хочу к вам присоединиться. Да, все решили. Дим, во время соревнований ты, получается, ну, там, все время провел, да, там, в лодке, наблюдая за всеми спортсменами, как они готовились, как заходили, как выходили. С точки зрения, ну, вот, зрителя, зрелищности, как тебе, понравились вообще соревнования? Ну, на самом деле, не все соревнования я провел в лодке. Был день, где я ассистировал судье непосредственно в воде, но, да, соревнования я видел, что называется, изнутри. С одной стороны, изнутри, да, с другой стороны, я со стороны, как бы, смотрел на наших ребят и вообще на спортсменов. В плане зрелищности я, я считаю, что довольно насыщенные соревнования, ну, мне, как фридайверу, да, самому очень интересно было наблюдать именно за неким таким спортивным соперничеством, да, среди, ну, ребят, да, с одной стороны, мы все прекрасно друг друга знаем, мы все фридайверы, общаемся, дружим, с другой стороны, здесь проявлялись характеры относительно непосредственно соревнований, именно спорта. Было такое, какие-то здоровые соперничества, все, конечно, все, что скрывать, да, все хотели победить, все хотели занять какое-то призовое место, вот, ну, и вот это как бы создавало дух, дух и настройство соревнований, это давало зрелищности, у нас была превосходная фото, фото бригада, снимали видео, видео с дронов, ну, соревнования были вообще настолько интересными, что приплывали смотреть лодки погранотряд, лодка МЧС, лодка Росгвардии, обычные-то люди приплывали вообще. Нет, обычно вот как раз люди, люди отдыхающие не приплывали, но очень много зона старта собрала вокруг себя интересующихся людей, да, и я думаю, что это, ну, не просто так, а из-за зрелищности, из-за интересности, из-за такой, ну, необычности, потому что на Черном море именно в таком масштабе эти соревнования проводятся первый раз. В прошлом году, в 19-м, были пробные старты, насколько я понимаю, что этот опыт, тот опыт удался, и в этом году запустили прямо полноценные глубинные соревнования чемпионата России. А с точки зрения, ну, там, спорта, как вообще другие спортсмены готовятся, ну, как, может быть, готовятся лучшие спортсмены России? Ну, все спортсмены готовятся по-разному. Ну, я понимаю, суть твоего вопроса. Как готовятся нижегородские спортсмены? Как готовятся нижегородские спортсмены, мы подробно рассказали, да, И расскажем в этом интервью Что хотелось бы отметить Я для себя чисто С человеческой точки зрения Как обычный человек Как фридайвер интересующийся этим вид спорта Всегда хотел бы посмотреть как готовится Алексей Алексей Молчанов Потому что действительно нырки заявлены Были за 100 метров И для меня это такие Космические результаты Посмотреть как вообще ныряет Как это вообще делается Как это происходит Если другие ребята соревнования Ныряли по 70 метров То этот товарищ сразу за сотку И для себя я Понял что Ничего волшебного в процессе его подготовки Не произошло Я смотрел на разминочный Его нырок, на тренировочный нырок Он сделал 100 метров Он сидел в лодке, перебирал трос Шутил Я ему давал отчеты До старта 10 минут до старта 5 минут до старта Где-то за 5 минут до старта Он надел гидрокостюм За 2 минуты до старта Он спустился в воду Подышал Вот уже итоговый отчет Он нырнул На 100 метров Вышел Розовый показал Окей Залез на лодку И давай дальше Шуточки секи Прикольчики То есть я такой думал Что сейчас он какие-то там будет Позы принимать Там меха раздувать Но нет Ничего не произошло Обычный человек Еще раз доказывает Что при постоянном занятии При постоянных тренировках К пределу нашему Пределу нашему погружению Там тяжело дойти Можно прогрессировать Прогрессировать И прогрессировать Не ущерб себе Не надрывая свой организм Плавно Спокойно Идя к своей цели Получая от этого удовольствия Я понял Что Алексей Получил от этого удовольствия От этих глубоких нырков Потому что Он выныривает Всегда с улыбкой Всегда на позитиве Ну и наверное Другие спортсмены Другие ребята И вообще все присутствующие Я считаю Что глядя на него Тоже пытаются И получают Вот этот вот позитив Который от него исходит Да, круто И соревнования Эти соревнования Были настолько зрелищными Что на место старта Почти каждый день На место тренировок Спортсменов И на место старта Почти каждый день Приплывали дельфины Посмотреть Посмотреть, да Как тренируются Наши российские Фридайверы Ну об этом вам Наверное Володя с Юлей Расскажем Потому что они Непосредственно В воде наблюдали И имели Контакт Да, эта встреча С дельфинами В этот раз Конечно была Незабываемой Но вообще Была давно Мечта такая Поплавать дельфинами В открытой воде Мне раньше Просто Не представлялось Возможности Этого сделать Вот И тут вот Неожиданно Приплыли дельфины И даже Когда мы Уплывали С места стартов Последний день Вот Они нас сопровождали Была очень ясная Яркая Солнечная погода Вот И Что интересно У меня костюм Такого Такого Бирюзового цвета И ласта Синего цвета И видимо Это их дополнительно Привлекало Потому что Именно за мной Они гонялись Я с ними играл В выгонялки Вот Ребята тоже Все Которые в черных костюмах Были в плавках Все попрыгали Тоже с ними Там фан такой устроили Все купались В общем Все все побросали И побежали к дельфинам Все все Врачу забыли Вот Но это было конечно здорово Да На разные еще На тренировке Разные тренировки делал Они его под тросом Прям Дефилировали Как-то действительно Было видно Что они его не боятся Других так как-то Побаиваются Что они им интересуются Да А к нему наоборот Приближаются Наверное За своего Цветкостью Да Две пары Прям вот Прямо было видно Они чуть ли не до Самого берега Нас сопровожали Вот такая вот магия Да Володя воспринял Это как хороший знак И решил бахать И зеленый свет И зеленый свет в глубину Ну одним словом Я так понимаю Что соревнования В Сочи Вам очень понравились И если Они будут продолжаться То планируйте на них Да Там принимать В дальнейшем участие Так Абсолютно верно Планируем И зовем единомышленников Других фридайверов Присоединяться И рекомендуете В общем К посещению И рекомендуем К посещению Не только глубинных Но и бассейнных соревнований И вообще Занятия фридайвингом Тоже Одной из Целью Нашего Сегодняшнего Интервью Нашей встречи Было Развеять Сомнения У начинающих Фридайверов Которые Никогда не принимали Участие в глубинных Соревнованиях И может быть Испытывали Какой-то Да там Дискомфорт Или страх При нырянии в глубину Этим интервью Мы хотели показать Что все Достаточно просто И не нужно Тут ничего бояться Если хотите нырять Находите Опытного напарника Или хорошего инструктора Который Станет Вашим проводником В глубину Для того Чтобы начать Нырять глубоко Вам не нужно Быть Монахом Шаолинь Или Садиться на шпагат Или Еще Делать какие-то Невероятные вещи Это может Делать Практически Каждый человек Которому Это просто интересно Поэтому Мы вас Приглашаем Занимайтесь Фридайингом Это реально Меняет жизнь К лучшему Это меняет Тело Меняет Ваш Ум Ваше настроение Заряжает Эмоциями И Это очень Очень круто Всем спасибо За внимание Ныряйте С командой Апнеа горький Ура Апнеа горький клуб Самый лучший Вася Телеканал Да Телеканал 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 Телеканал